В 2020 году будет отмечаться 75-е годовщина Великой Победы. В связи с чем в Государственной Думе России обсуждался законопроект, согласно которому устанавливаются правовые основания присвоения звания город трудовой доблести. Городам, жители которых обеспечили бесперебойное производство, на предприятиях военной и гражданской продукции, проявив при этом массовый трудовой героизм. Депутат Государственной Думы России Дмитрий Савельев в связи с этим напомнил, что звание «Город-герой» сегодня носят не только российские города, но и те города, которые после распада СССР стали территорией других государств, в частности, Одесса, Киев. Сейчас, когда мы обсуждаем высокий статус города трудовой доблести, этот прецедент обязательно нужно учесть, этого звания достойные города на постсоветском пространстве. Например, уже не раз поднимался вопрос, о присуждении звания города-героя, Баку. Во время Великой Отечественной войны, жители Баку круглосуточно работали, поставляя топливо для советских танков и самолетов. В Азербайджане, в годы войны висели плакаты «Наш Сталинград у каждой скважины», и это так и было, отсюда шло 80% всего нужного советской армии топлива. Россия, во-первых, является правоприемницей СССР, а во-вторых, наше государство всегда однозначно следовало политическому курсу, направленному на сохранение исторической памяти нашего народа. В рамках этого, будет логично подчеркнуть, что победа в Великой Отечественной войне, была достигнута благодаря колоссальным усилиям всего, некогда единого советского народа. Сегодня мы живем в разных странах, но мы можем отдать дань уважения погибшим на фронте и тем, кто работал на нужды фронта, причем работал, еще раз хочу повторить, день и ночь. Поэтому хотелось бы учесть, в данном законопроекте возможность, присвоение Баку этого высокого звания, подчеркнул российский депутат.